Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной объект. У нас получается раскладка наружной канализации. Сейчас я расскажу, с чего нужно, грубо говоря, начать раскладку именно наружной канализации. Первоначально мы делаем фундамент, потом засыпаем песок, сюда трамбуем его, не забываем сделать под все коммуникации выходы, это то бишь под электро какой-то, например, грубо говоря, кабель, сделать, например, под воду, если это в дальнейшем будет, например, у вас центральная вода, не забыть, как бы выложить, сделать отверстие в фундаменте. Как делать отверстие, я уже как бы говорил, да, если вот у вас получается земля, да, вот именно, ну уже докуда будет у вас подсыпка, вот, например, земля, опускаемся 25-30 сантиметров, делаем отверстие в фундаменте, то бишь закладной. Если у нас получается уровень земли будет уже где-то примерно вот на таком вот расстоянии, это будет уже у нас здесь газончик, вот отсюда мы опускаемся 25-30 сантиметров, делаем закладную непосредственно уже в фундаменте. Как выбрать где-то сделать закладную? Как мы знаем, самое большинство, больше всего засора, это получается, когда стекают вот это вот жировые отложения именно с кухни. Значит, стараемся делать отверстие с самой ближайшей точки, именно там, где будет кухня. Тогда будет у вас вероятность, что, ну, будет засор, как бы, будет, ну, как бы, к минимуму. Ну, давайте сейчас еще пройдем туда, и так я здесь расскажу. Везде мы будем использовать, грубо говоря, углы под 45 градусов, везде у нас будет идти 110-я канализация, и уже от 110-ки у нас будет расходиться по всем потребителям. Сейчас нам приедет материал, и я уже более подробно расскажу, как это можно будет реализовать, как сделать. Также не забываем про фоновые выходы. Если у вас второй этаж, сделаем закладную на второй этаж. Если у вас, ну, не будет второго этажа, тогда делаем винтшак, то загоняем в фоновый выход, для того, чтобы у вас в дальнейшем потом не было никаких запахов именно канализации. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, я все рассказал, так что сейчас приедет материал, и мы пойдем работать. Ну вот, ребята, весь материал уже приехал. Вот такое вот количество у нас будет разных труб, сгонов, уголков. Это потом видим, если все у нас под 45 градусов. Все углы, даже тройники, также идут под 45 градусов. Потом вы увидите, для чего это. Вот. Что мы делаем изначально, как я и повторю. Вот, мы определились, где у нас будет что идти. Здесь сразу же прокапываемся. Расчерчим, где у нас будет какая-то, вот если видим, да, там душевая, там подумывальник, где будет туалет. Вот, все это мы расчерчиваем, делаем сразу же, как бы, имитация стенок. Вот, если видим, да. А потом, после этого, только начинаем, как бы, когда уже все это мы обговорили, уже тогда начинаем полностью раскладку непосредственно канализации. Здесь еще, ребята, если видим, заранее не предусмотрели отверстия для закладной канализации, то вот мы, грубо говоря, сейчас будем бурить это отверстие, уже самостоятельно делать отверстие. Вот, если не хотите, чтобы у вас были лишние затраты, лучше изначально предусмотрите, ну, вот этот выход, чтобы не было потом вот таких вот затрат. Надо будет здесь одно отверстие делать, и он там, проходное отверстие через фундамент, вот здесь. Ну что, мы погнали. Звучит музыка. Вот так вот проходит весь процесс, ребята, когда изначально они заложили закладные фундаменты. Вот так, ребята, у нас получилось. Смотрите, мы здесь оставляем где-то примерно, грубо говоря, сантиметров 50-60 выход канализации уже непосредственно уже от фундамента. Вот, и дальше у нас идет, если мы видим, по прямой. Вот так мы здесь сделали, под минимальным бутоном. Оно выходит вот туда. Здесь у нас выход будет на кухню. Здесь будет кухонная часть. Если видим, у нас, когда сливается жир в эту часть, она у нас чисто только по прямой. Так, как я говорил, чтобы меньше было засора. Дальше у нас через стройники. Под 45 градусов, если мы видим, у нас идет на... Здесь будет на умывальник. Сразу же углы так же. Если мы видим, два угла идет под 45 градусов, чтобы был плавный спуск. И что в случае чего при засоре мы могли спокойно тросом прочистить и не уперлись. Если будет 90 градусов, мы упираемся и разбиваем сам этот угол. Либо же трос не входит. Здесь же спокойно, как бы везде все шикарно проходит. Дальше мы видим. Так как у нас там несколько потребителей, мы ставим тройник сотый и разделяем потоки. Часть у нас пошла... Здесь, если видим, у нас будет перегородка. Вот в этой части. Здесь будет с двадцатки. И хотят на второй этаж пустить, ну, чтобы тоже канализацию, для того, чтобы можно было там сделать унитаз, там умывальник будет и какая-то там ванна. Вот. И получается, там, где у нас унитаз, там же самое сверху будет так же унитаз. Мы пускаем в блочной этой стене уже наш фоновый выход, уже канализация непосредственно под наш туалет. Здесь будет... Вот так стенка заканчивается. Здесь будет устанавливаться инсталляция. Делаем выход под унитаз. И дальше мы заводим... Здесь будет у нас мойка. Понятно, да? Все у нас входит в 110-ую канализацию. Везде углы под 45 градусов, чтобы был плавный спуск. Дальше. В этой части тройник стоит. И дальше идет у нас на стиральную машинку. Переход, если мы видим, с 50-ки на 32-ку. И дальше поднимается 32-ой канализация. Здесь мы делаем заподлицо с черновой стяжкой. Это получается в случае чего, если мы захочем углами завести уже в нашу стенку, мы спокойно вот эту часть убираем, ставим углы и дальше уже как бы спокойно заводим. Я думаю, понятно. Выход под душевую. Здесь. Это тоже, вот эта вот часть пойдет, как я и говорил, одна часть пойдет под туалет на второй этаж, а здесь уже получается, вот так у нас будет стенка идти. Здесь идет вот такая вот блочная стенка. Вдоль стенки по углу у нас поднимается на ванну. В этом углу сверху у нас будет стоять ванна. Мы делаем выход под самую ванну. Вот этот выход, здесь еще будет угол под 45 градусов, мы заводим его в веншахту. Это будет отдушка нашей канализации, для того, чтобы не было запаха. Мы ее решили ввести в веншахту, и тогда уже мы знаем 100%, что у нас не будет запаха именно в канализации. Можно, конечно, поставить и оратор, вот, но такой, конечно, будет вариант гораздо лучше. Дальше под 45 градусов все. Выход конденсата для котла. Здесь будет висеть у нас на этой стене котел. Выход для котла. И вот эта часть мы еще здесь предусмотрели. Получается, вот это вот помещение, вот такое вот, будет котельная такая небольшая. Мы еще предусмотрели трап. В случае чего, если где-то будет порыв, например, где-то в котельной, да, или там что-то произойдет, то у нас получится так, что вся вода у нас просто уйдет в канализацию и не будет затопа именно в помещении. Сейчас мы, ребята, будем все это полностью засыпать, фиксировать по уровню. Я сейчас специально вам показал, ну, разложил эту канализацию, специально показал, чтобы у нас был, чтобы у вас был наглядный пример, как это правильно сделать. Вот, я еще оставлю ссылочку в описании, да, видео, там, где я полностью разложу канализацию в доме, да, и рассказываю, какие углы использовать, как они называются. Вот, если будет интересно, можете также зайти и посмотреть. А мы сейчас будем присыпать, я вам покажу конечный результат. Погнали! Вот так, ребята, мы оставили после себя. Здесь все это уже протрамбовали, везде все это пообирали. Вот, ну, как бы везде все порядок. Вот так все эти выходы у нас, грубо говоря, все выходят. И сейчас, сейчас покажу, как можно проверить. Вот, берем самую дальнюю точку из всех. И вот, если видим, где-то пол-литра воды. Берем, заливаем все. Все, залили, и сейчас идем смотреть. Пока мы дойдем, должна уже вода будет стекать. Вот. Начала вода стекать. Вот так, ребята. То, что мы залили, то, грубо говоря, вытекло. Это показывает признак того, что все мы сделали правильно. Так что, ребята, если вам видео было полезно, обязательно поддержите нас лайком, напишите какой-нибудь комментарий. С вами был Алексей. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok